Первый факт, если мы вернемся от Советского Союза, где образование, собственно, было тем условиям, и посмотрим на наши прекрасные две страны, Казахстан и Кыргызстан, то мы увидим, что доминирующий язык образования, ну, в смысле, доминирующая парадигма образования была немногоязычная. Это была, наоборот, замена одного языка погружения в другой язык. Принципиальная позиция была. Другой вопрос, как в том, державе другие страны. Но не про многоязычное образование. Это здесь первый. А второй, вот я знакома с ситуацией в Казахстане, и там, я бы сказала, Ну, такое, может быть, это квазерночная ситуация. Она, безусловно, обусловлена политическими рамками, да? Поскольку у вас нет всего новых языков на казахском и на русском, то получить град на образование высшее бесплатно могут только люди, которые сдадут, собственно, на этих языках экзамены. И тогда у школ с узбекским и узбекским языками обучениями, которых в Казахстане было много, возникла абсолютно рыночная ситуация. Они стали терять конкурентную способность и поперек, как я бы сказала, традиционного сообщества узбекского и узбекского, вводить многоязычные подходы в образовании для того, чтобы бороться на рынке образовательных услуг за ресурсами. Вот, если мы посмотрим на эти два примера, хотелось бы понять, как мы учим. Советский опыт – это не какая-то идеальная матрица, которую мы пытаемся воспроизвести. Мы говорим о социализме, сейчас мы не говорим о прошлом, мы говорим о будущем. Не обращаясь... То есть, в принципе, советское образование несло в себе все те аспекты, которые связаны с русским языком. Я еще раз ссылаюсь на Гамала, когда он говорил, что в этой стране у тебя не будет будущего, если не будешь знать русского языка. Ну и вот, собственно, советское образование – это формула приводила в жизнь. Потому что я тоже учился, я родился и жил в Таджикистане, я тоже учил в средней школе таджикский язык, и никто его никогда выучить, собственно, не мог. И вот такая история, когда я учился уже в университете, у нас была кафедра таджикского языка. На этой кафедре преподавали преподаватели, профессоры, которые до этого работали на факультете восточных языков в университете и занимались там историей персидского языка, теорией языка знания. И когда этот университет был разрушен, единственное, что они могли себе найти, как кихийчатый аниматриотет преподавать таджикский язык, который преподаватели в принципе не могли. То есть, они не преподаватели языка. Так что вопрос, как бы, увязывать эту проблему с советским опытом, мне кажется, не очень хорошо. Мой вопрос про границы этого тезиса, а не про советский опыт. Да, про границы. Если мы знаем перед собой цель обеспечить многоязычие, например, в условиях бесплатного образования, мне кажется, что это возможно. А по поводу конкуренции, может быть, Сергей лучше ответил на этот вопрос, по поводу ситуации с киргизскими и узберскими школой, которые стали адаптироваться в условиях рынка. Насколько уместна в этом разговоре рыночная конкуренция? На мой взгляд, в вопросе образования вообще не может быть никакого рынка. Образование должно быть общественным институтом, оно должно работать в интересах общества, а не в интересах рынка. То есть проблема в том, что образование находится постепенно, все время переходит в руки рынка. И для того, чтобы, во-первых, поставлять там специалистов, которые нужны рынку, а не тех специалистов, которые нужны обществу, в каких масштабах. Поэтому вопрос в том, чтобы вырвать образование из рук рынка. И Лену, для того, чтобы как-то продвигать здесь свои позиции, наверное, необходимо какое-то свое отношение к советскому опыту формулировать, и к советской политике, и в том числе к языковой политике, естественно. Поэтому у меня вопрос к президенту штата, да, и к Сергею, есть ли у вас какая-то сформулированная позиция о том, чем была советская языковая политика, в том числе здесь, в Средней Азии, да, было ли распространение русского языка и культуры, или нет, там, такого общего имперского доминирования, так как, маналки очень считают, в большинстве сайта строительства, и это более такой сложный финал. В самом общем виде, нужно сказать, что мы не относимся к советскому опыту и к советскому проекту однозначно. То есть, на наш взгляд, это был очень сложный и противоречивый проект, в котором содержится как огромнейший эмансипаторный патриотический аспект, так и аспекты колониального подавления и насилия. И эти, как бы, аспекты, они существовали как одновременно, так и в определенных периодах советской власти. Например, вот сейчас мы в нашей рубрике «Исторический архив» публикуем тексты 20-30-х годов, и в связи с темой языка мы опубликовали текст, посвященный латимизации тюркских алфавитов. То, как этот проект задумался в Советском Союзе с большевиками в 17-м и до 30-х годов, он представлял, что он имелось в виду, были планы, которые поделывал Лакулачевский, обсуждал с Лениным, что латимизация подвергнутся абсолютно все языки Советского Союза, включая русский язык, и это будет первым шагом к универсализации и солидарности с рабочим классом во всем мире и к упрощению коммуникации. И, как бы, латимизация тюркских, латимизация алфавита тюркских языков должна была быть первым шагом на этом пути. Например, также вот в процессе латимизации впервые малые языки, вот я могу, как бы просто ответственно говорить за языки Памира, получили письменность, на которой начала создаваться письменная, как бы, культура. Но период латимизации существовал всего 10 лет, и уже в 1939 году произошла полная русификация, и все среднеазиатские языки были, для них был ведет гидрический алфавит, а вот для этих малых языков, например, никакого алфавита везено не было. То есть вот этот пример показывает о том, что не может подходить к языковой политике Советского Союза, не к самому этому периоду однозначно. То есть это вообще имеет, это связано как бы с первыми антиколониальными устремлениями большевиков, как в первые годы, там, с 17-го по до конца, 20-х, и как бы уже в 30-х годах, в Саинский период он серьезно изменил эту ситуацию как во всем Советском Союзе, так и в отношении политики в Средней Азии. Другой факт по поводу, например, какие это имело аспекты, например, в Кыргызане существует такая легенда, что, я не знаю, легенда это или нет, что вообще как бы функционирование кыргызского языка внутри образовательной системы было поставлено под сомнение, практически было уничтожено ретимом, значит, чиновникам 60-х годов, который это образование просто на всего отменил, стараясь как бы вот выслужиться перед Советской Иерархией. Так что это неоднозначная для нас ситуация, с которой мы пытаемся разбираться и как-то в нее подружаться, пытаясь делать постоянный выбор. Там, где мы видим колониальные и имперские проявления, мы стараемся их таковыми называть, там, где есть прогрессистский, эмансипаторский бафос и потенциал, стараться его актуализировать. Во всяком случае, не гомогенизировать советский опыт, советский проект в отношении Средней Азии. В СССР во всех сферах жизни полностью присутствовала власть бюрократии, так касается сферы образования в том числе. И мы в вопросе языков, в национальном вопросе полностью разделяем позицию большевиков, которая была изначально сформулирована тем же Лениным в критических заметках по национальному вопросу. Мы отстаиваем демократизм, мы выступаем за то, чтобы жители какого-либо национального пункта через свои органы самоуправления решали, какие языки им нужны в школах, какие преподаватели нужны, и за счет этого отстроили уже систему образования. То есть проблема СССР была в том, что все это спускалось сверху в виде решений московской бюрократии. В отличие от Георгия, у меня не было в школьном возрасте возможности изучать колонийский язык, потому что я родина сожила в Бештыке, в Афрунзе, и такого предмета в нашей школьном программе не существовало. В отличие от Гамала, я пишу в анкетах, что мой родной язык русский, и не жду, когда меня об этом спросит российский таможенник. Но я хотела бы высказать такой полемический комментарий, больше того, что говорил Георгий. На мой взгляд, это сильное упрощение говорить о том, что существует дискурс антирусский и бро. То, что вот так общим словом называют антирусский, на самом деле имеет очень много сегментов внутри себя, и я его бы не оценивала как маргинальный, хотя бы потому, что внутри этого дискурса есть очень важный сегмент, который мы называем попыткой создания нации. На мой взгляд, за всю предыдущую историю кыргызам не удалось создать нацию. Большой вопрос, что такое будет нация кыргызы или кыргызстанцы. Определением для получения гражданства будет, вернее, для идентификации себя как кыргызстанцы будет гражданство кыргызской республики, и тогда этнический маркер абсолютно не важен. Или это будет все-таки такой французский, или я бы сказала, российский вариант, когда, собственно, все превращаются во французов или русских. Для нашей страны это большой знак вопроса, в том числе и большой знак вопроса, удастся ли вообще этот процесс завершить. Но то, что он начался, на мой взгляд, это несомненно, и есть целый ряд признаков, которые об этом говорят, в том числе то, что Георгий назвал антирусским дискурсом. Следующий момент — это несознательная подмена, или это такая позиция ставить знак равенства между билингризмом и многоязычием. На мой взгляд, это разные понятия, это разные концепты, разные доктрины, разные модели и разные, очень разные практики. В этом смысле для страны, в которой я живу и работаю, мне бы очень хотелось, чтобы в этой стране победила модель многоязычия, которую вы тоже называли антибилингризмом. по нескольким причинам, в том числе потому, что, к сожалению, русский язык не оторван от России, и более того, он даже не оторван от российского политического режима. И покуда эта связка будет вот такой слепкой, я бы сказала, будет существовать, для Таргестана билингризм или развитие русского языка всегда будет сопряжено с принятием российской политической модели, российского способа промывания мозгов и так далее. Как только удастся разъединить эти процессы, тогда, безусловно, русский язык это станет шагом, окном, возможностью в большой международный мир. И, я думаю, масса вопросов сразу снимется, в том числе у тех, кого сегодня называют кыргызскими националистами. Почему еще, мне кажется, что билингвальная модель гораздо более приемлема для Кыргызстана, чем многоизвечие, чем билингвизм, потому что 30% нашего населения узбеки. И в этом смысле узбекский язык имеет, на мой взгляд, больше прав заявлять что-то, нежели русский язык. Безусловно, после событий 10-го года эта тема стала, вот такое, об этом не принято говорить. Это сразу вызывает очень нервную реакцию и самые разные последствия. Но, на мой взгляд, надо говорить о правах узбекского языка развиваться здесь у нас, в том числе того узбекского языка, который есть в Кыргызстане, и который отличается сейчас от узбекского в Узбекистане, хотя бы потому, что у них эти нервы и религии. В этом смысле есть уникальный узбекский язык в Кыргызстане, и его надо сохранять. В этом смысле я бы хотела поспорить с вами про билингвизм, но безусловно поддерживать многоязыче, если мы одно и то же вкладываем в это понятие. Еще один момент очень важен. Это попытка ставить равенство между русским языком и средним классом в Кыргызстане. К сожалению, это не так, это далеко не так. Язык бизнеса в основном сейчас кыргызский, язык государственного управления, это кыргызский. Более того, если, скажем, еще 2-3 года назад документы обороты внутри системы государственного управления можно было бы с натяжкой назвать наполовину русским, наполовину кыргызским, то сейчас чиновники, владеющие русским языком как родным, испытывают большие затруднения, потому что внутренний документ оборот практически весь на кыргызском. Это только политические заявления или такие показательные заседания правительства, где есть журналисты, они в основном проходят на русском языке. Но это не значит, что сама система использует русский язык как язык делопроизводства или принятия решений. Язык улиц, в том числе и в Мишкеке, кыргызский. Язык студенчества. Если мы посмотрим, на каком языке сейчас говорят студенты национального университета, в котором раньше это было преимущественно русский язык, то это кыргызский язык. Язык технических университетов, тоже кыргызский язык. И так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле язык среднего класса в Кыргызстане это тоже кыргызский язык. Хотя, безусловно, есть часть населения, в которую мы с Гамалом относимся, которая думает, пишет и говорит на русском. Но мы очень небольшой процент населения, и в этом смысле мы маргиналы. И я бы даже сказала так, что если мы не найдем свой собственный выход, а это требует от нас огромных усилий, или сформулировать свою собственную адженду, как у вас это было названо, русский язык в Кыргызстане, и тогда стать ее адектовой, потому что никто, кроме этой небольшой группы людей, не заинтересован в развитии или в сохранении русского в Кыргызстане. Или нужно найти другой выход, например, выучить английский язык, который дает выход на какие-то другие, ну, на другие платформы, другие дискурсы и так далее, и так далее. И я совершенно не думаю, что кто-то из власть придержащих или из правительства будет озабочен сохранением русского языка, и это, безусловно, будет такими усилиями со стороны Российской Федерации. Ну, и последнее, вопрос, который вы задавали Гамалу, а как сохранить? Как ни странно, сохранить только через многоязычие, когда будут даны равные возможности узбекскому, таджикскому, русскому, кыргызскому. английскому, немецкому и так далее. Я не вижу другой возможности. В этом смысле русский язык сам по себе отдельно не сохранился. Тоже неизвестный. Да, мы рассматривали пока тадеи к этой ситуации с позиции русского языка, как Литва Франкина, но да, позиция, как бы, штата, которая озвучена вот и на этих мультиках, продемонстрирована это многоязычие. И большое спасибо, что вы поняли вопрос узбекского языка и узбекского нормативного языка в Кыргызстане, который отличается от узбекского языка в Кыргызстане, в самом, в Узбекистане. То есть, действительно, единственной и действенной модель могла бы быть многоязычия, но я думаю, что, к сожалению, это не такой простой вопрос, потому что многоязычие или полиглоссие это все равно сосуществование языков, и нам действительно нужно... И это существование так или иначе будет порождать какие-то определенные конфликты и непонимания, и для этого нам нужно переосмыслить вообще не только языковую политику, но, да, и то общественное устройство, в котором мы, как бы, существуем. И у меня есть замечание, может быть, оно немного поверхностное, по поводу наших ощущений, которые вот озвучивает Камал и Бичулгон, и моего, собственно, по поводу русского языка в Кыргызстане. Я думаю, что здесь имеют фактор, как бы, возраста и опыта, да, я думаю, что фактор сравнения, мне кажется, что ощущение формируется в сравнении с тем опытом, который был в вашей молодости в советское время. Мой, например, личный опыт основывается на опыте жизни в Вишкеке в течение одного года, в котором я практически ни разу не чувствовал необходимости знания кыргызстского языка. То есть мне кажется, что во всех сферах как бы общение, существование в Вишкеке достаточно владеть, как бы, русским языком, а снорный я в чем-то, в каком-то ошибаюсь. Ну, во-первых, про 30% узбеков, я честно сомневаюсь, полный процент в 16%. Полный процент в 16%. Нет, ты что-то переведуешь наши официальные статистики, но не больше по 1000 человеку, я хочу сказать. По поводу замечания, что узбекский имеет больше прав, чем русский, мне кажется, что мы должны как бы исходить не только из там количества носителей, да, то есть у нас должны быть какие-то немножко другие критерии для определения. Действительно, мы должны быть... это большой вызов, да, каким образом сформировать такую политику, в которой не было бы дис... не было бы дискриминации ни в чем, да. Возможно ли это? Потом по языковому... Да, к этому. Да, второе, что вот... киргизский язык, он стал там языком бизнеса, чиновников, делопроизводства, по-моему, это тоже некоторая натяжка. Другое дело, что, видите ли, вот если говорить о многоязычии или даже билингизме, мы все должны стать немножко филотиками, да, собственно, общественное вот это сознание должно измениться в сторону текста. Когда я говорю об умирании культуры русскоязычной и об умирании культуры вообще, я говорю об умирании вот этой составляющей. Она как-то становится такой, знаете, как бы сказать, первобытной общиной. Там же была культура очень интересная, без языка, там, жестами всякими объясняться этими. Вот, мне кажется, я видел многих бизнесменов, которые больше объясняются про фене, про понятия, там, жестами, там, криками или угрозами, чем на кильдийском языке, понимаете. Это не тот кильдийский язык, на котором мне хотелось, чтобы они объяснялись. То есть, собственно, есть такое нормальное владение языком, очень сложными понятиями, контекстными, подтекстными, концептуальными, общемировыми. Можешь объяснить бизнесмену, почему он должен мне платить больше. А можно, как бы сказать, слушай, ты, я тебе сейчас, это, того, вделаю. Это хороший русский язык, но он не тот русский язык, который становится родным, или языком мысли. И, по-моему, третье, что-то, я нигде не помню, чтобы я в аркетах писал, что мой родной язык киргизский. Это не ты пишешь, это я пишу. А, это значит, ты пишешь. О, коммерциализация образования, насколько связан закат русского языка и вообще, как бы, да, логоцентричной, я не знаю, там, европейско-ориентированной культуры, каналом которой был Советский Союз, как это связано, как бы, с деградацией системы образования и, соответственно, с деградацией, как бы, русскоязычия, так же, в связи с образованием. И как бы вы, вот, как вы относитесь к той программе, которую, как бы, предлагают, предлагают... Очень положительно, но просто я, как бы, в общем, я не вижу носителей этой программы, понимаете? Я сам социалист, а, может быть, и коммунист, ничего в Советском Союзе хорошего не было, но, тем не менее, они вбили нам в мозги равенство братства и о том, что, ну, вот, единственное, что я не верю, я не верю в рабочий класс, это я уже отвечу. Поэтому я сейчас не вижу носителей тех, которые могли бы эту великолепную идею равенства как бы провести в обществе и равенство языков в том числе. Вот нет различий. Мы должны рассматривать язык, в первую очередь, как его носителей, что Георгий уже говорил. И в первую очередь здесь то, что в какой-то мере можно мешать развитию русского языка, развитию свободной культуры на русском языке, это то, что существует как таковой вообще статус государственного языка, статус официального языка. Насколько помню, вы писали, что даже там статус официального языка особо ничего не значит по сравнению с статусом государственного языка. Задача в том, чтобы отменить статусы и чтобы люди получали образование на том языке, на котором они хотят. То есть, чтобы не было принуждения к изучению киргизского языка как обязательного государственного, чтобы не было принуждения к изучению русского языка как обязательного официального какого-то, чтобы люди могли возможность сами решать, сами выбирать без какого-либо принуждения. И по поводу рабочего класса, я уже говорил как-то про это, мы уже сидим, свет горит, оборудование работает, его же спросили рабочие, так или иначе, а не какие-то роботы. Задача в том, чтобы этот рабочий класс, который сейчас существует как рабочий класс объективный, то есть рабочий класс по отношению к средствам производства, чтобы сделать его рабочим классом для себя, чтобы он осознавал себя как рабочий класс и организовался, и вел борьбу против тех или иных неолиберальных реформ за свои интересы классовые. Прежде всего, для основной массы киргизского населения русский язык отождествляется с личным индивидуальным успехом в период миграции в Россию. Давайте не будем забывать численность мигрантов, киргизов, находящихся в Российской Федерации, и ту сумму финансовых потоков, которые эти мигранты сюда перечисляют. Без русского языка просто половина национального бюджета киргизии бы не существовало, но бы просто сюда не поступало. Поэтому очень хороши романтические революционные взгляды, очень хороши гуманитарные идеалистические взгляды, очень хороши аргументы в борьбе за власть. Да, все это есть, но основная масса населения голосует ногами. Она проголосовала, она выбрала. И проблема вторая для меня заключается в том, что вот вы почему-то связали русский язык с консервативной евразийской идеей. Я прошу прощения, вот те сведения из энциклопедии, которые вы привели в 20-летней давности, на сегодняшний день евразийство определяется несколько иначе. Есть нео-евразийство. Ну, я прошу прощения, может быть, за некий метрский тон, но я профессор, я привык так общаться. Не то, что общаться, но если я могу сказать, что... Ну, ребята, надо немножко подтянуть свои знания в той или иной сфере, в данном случае в сфере евразийства. На сегодняшний день евразийская идея. Это прежде всего экономическая идея, идея единого экономического пространства, в котором вот те самые граждане имеют право свободы передвижения по этому пространству, право свободы выбора приложения труда. Если будет единая валюта, снимается тоже очень много проблем финансовых на индивидуальном уровне, не только на государственном. То есть это не имперский проект. Это проект, который очень важен для миллионов людей, которые сегодня проживают в Центральной Азии. И по поводу вот комментариев киргиза и киргиза. И вот эта идея, пусть русских языков будет много. Я категорически против этого. Русский язык обладает ценностью. Вот отношение к языку и к русскому, и к киргизскому, то, что вы говорите, что язык потерял смысл. Он перестал быть ценностью и русский, и киргизский язык. Меня прежде всего здесь во многих рекламах, на бытовом уровне, в выступлениях политиков раздражает пренебрежение правилами русского языка. И киргизского тоже. И киргизского тоже. Ну, киргизский мне не так режет, только. Я иногда понимаю, что и по-киргизски это так звучит, неграмотно. Но должен быть некий эталон. Должен быть русский язык. Должен быть русский язык как ценность, как художественное слово. И не надо навязывать русскому языку и русскоязычным гражданам, и носителям русского языка. Правила киргизского языка. Когда мы говорим по-киргизски, на киргизском языке, киргизтили, пожалуйста, киргизтили. Но если это киргизский язык, я говорю по-русски, он-то должен быть киргизский язык. Почему-то на немецком языке, когда пишут киргиз, это не возмущает никого. На английском языке, извините, буквы «ы» вообще не существует. «У» приписали это звучание непонятно на каком основании. Почему мы не должны уважать правила каждого языка? Не нужно растаскивать язык, диалекты возможны, но нормативный, ценностный, художественный язык должен быть. Вот эти три у меня такие комментарии по поводу и евразийства, и миграции, и языка. Я бы хотела, чтобы тоже на них отреагировали. Без русского языка, с одной стороны, объективно, они не могут там существовать, а другой вопрос, какие меры предпринимает киргизстанское правительство, чтобы граждане, не владеющие русским языком, не сталкивались в России с дискриминацией и унижением. То есть эта языковая ситуация не снимает всего комплекса вопросов, который вокруг нее существует. Его, наоборот, нужно поднимать. По поводу евразийства, на самом деле, мои сведения достаточно свежие, потому что цитата определения Дугина датируется 2011 годом, а в принципе, как бы, евразийство в Кыргызстане... Им не авторитет, понимаете? Ну, я рад. Да, мы поддерживаем, да? А как бы анализ евразийского дискуса в Кыргызстане, вот он, осуществляется, но поэтому уже мало, да, в котором евразийцы постоянно пишут. Так что я, как бы, от себя ничего не припадаю. И последний пункт по поводу стандарта, по поводу нормативности, да, русского языка. Я с этим не могу согласиться, уже было четверо, все равно, на английском, потому что язык, это определяется речевой практикой, стандарт определяется, исходя из речевой практики. Если в условиях Кыргызстана люди в речевой практике Кыргызстана используются и не вызывают никаких противоречий, я, например, в России, я говорю Кыргызия, потому что я понимаю, что общаясь с людьми, Кыргызстан не будет сразу понятен, да, моментально. Да, но находясь здесь, в Кыргызстане, я говорю Кыргызстан и пишу Кыргызстан. Потому что я считаю, что это нормально, что речевая практика в Кыргызстане вполне делает это, интегрирует это слово и эту орфографию в речевую практику русского языка на этой территории. Кроме того, у нас есть несколько примеров в мире существования не диалектов, а различных стандартов языков. Например, существует французский и бельгийский стандарт французского языка. Существует, как минимум, три стандарта английского языка, да, в Великобритании, в Соединенных Штатах и в Индии. Это один язык, но существует в трех стандартах. Существует три стандарта для новоперсийского языка, да, фарсивы ранее, таджинский в Таджикистане и дарива в Афганистане. То есть существование стандартов языков, оно, это вполне мировая, как бы, практика, и нет ничего плохого в том, что определенные нормы речевой практики, которые существуют распространены в Кыргызстане, будут адаптированы, например, в афрографический стандарт кыргызского языка. Таким образом, собственно, этот проект присвоения русского языка в Кыргызстане будет запущен, да. То есть, что может быть более антикалониальным, не егенским жестом, чем сказать, что это теперь наше, и будет существовать по нашим правилам, а не то, что так, забирайте это, это нам больше не нужно. То есть, этот вопрос не в том, чтобы превратить русский язык в биджин, например, да. Вопрос в том, чтобы это уделять русскому языку и вообще всем другим языкам, вот узбекскому, по которому был этот вопрос, да, такое же серьезное внимание считать их своими языками, соответственно, осуществлять по отношению к ним языковой политикой. Компенсионализация образования и атака на русский язык, она к нему связана, и мне кажется, это очевидно. То есть, для Кыргызстана и Казахстана, то есть, проблема наших режимов правящих, что население по-прежнему слишком образованное. То есть, для экономики трубы и просто результаты рабочей силы, примитивной такой, то есть, мы слишком образованы, мы слишком много знаем, имеем слишком завышенные, неоправданно социальные запросы, то есть, и надо привести просто соответствие образования и имеющихся экономик. Один июл. То есть, на месте образовали? Что и делается, да. И у Кабрика молча шили. И у централизациях режимов, в отличие от российского, есть в этом смысле очень большой годы. Можно просто отрезать от того языка, на котором это образование ведется. Россия это сделает по некой причинам, не очень просто, а вот у нас тут достаточно и ужас учителяется. Но в этом смысле, по-режимому, то есть, что, что казахстанцы не могут эту политику вести последовательно. Тут никаких проблем, что, во-первых, они сами воспитаны в русской культуре, они никакого другого из сказочных принципов не знают, а во-вторых, они боятся потерять поддержку раскидочного населения, которое является их главной оборой все эти годы, электоральной. Ну и, естественно, зависимость экономическая, политическая от России, в которой с каждым годом все углубляется. Поэтому у них такая делается странная политика, то есть, даже свои негативности противоречивая. То есть, русский язык становится наследственной привилегией. То есть, они не могут лишить его средний класс, так уж и быть, пускай не расстается вместе с приватизированными квартирами, но вполне могут лишить низшие слаи населения, то есть сельские. Поэтому они прямо заинтересованы в том, чтобы те не получали знания на русском языке. Нет русского языка, нет знаний, которые у нас получают. В этом языке уже появился только конкурент, частично оппонент, частично союзник. Это так называемая, ну, анициатива национал-патриот, и что здесь, что в Казахстане. Ну, это вообще такое просвещенное мещанство, которое видит свой интерес в том, чтобы, ну, в тотальном мониторе, в казахском. И здесь не два интереса финансовых, но это просто именно материальные. То есть отодвинуть из постов, отодвинуть поясните, то есть к какому социальному условию они относятся эти люди. Это политологи, это работники НПО, масс-медиа, творческие работники. То есть те, кто производится местным, генерирует. Они заинтересованы в том, чтобы пояснить из этих теплых мест цифровскоязычных конкурентов и отрезать от русского языка своих соплеменников, по красному языку. То есть они очень ярко проповедуют, постоянно говорят о форсионном переходе на казахский язык, о латинизации, что очень важно. Вот почему мы понимаем, то есть они не предлагают перевести на латиницу весь тот корпус текстов, который был привел в Советском Союзе. То есть сила нация перехода на латиницу означает полное отрезание этого канала знания, и уже все сельские люди, и уже новое поколение будут знать, ну, просто то, что они пишут в газетах, их примитивные, если они вообще будут грамотные. То есть и, естественно, нужно назвать их, ну, националистами, даже заторгительным. То есть это, если националисты, то это другой нации. Вот какое интересно выяснить. Поэтому, то есть это классный проект, и ему нужно противостоять именно политические. И экспроприация русского языка вместе с средствами производства, она вполне укладывается в эту отрасль. Спасибо. На самом деле я отчасти согласен с последними словами лжаса, но я не уверен, что мы с ним не вкладываем одинаковый смысл об экспроприации русского языка вместе с экспроприацией промышленности. Вот, ну, скажем так, с нашей точки зрения это и произойдет, экспроприация русского языка, только вместе с экспроприацией промышленности. И в этом смысле вот я хотел бы задать вопрос сторонникам платформы штаба. Почему? Потому что, ну, чтобы некоторые вещи хотя бы прояснить, потому что мне они кажутся противоречивыми. Вы, например, насколько я понимаю, предлагаете, как бы, для решения проблемы существования русского языка в Центральной Азии, в конкретных странах, как бы выражаетесь оторвать его от России. Каким образом? То есть, например, путем введения регионального, ну, то есть в конкретной стране, там, кыргырского стандарта русского языка, казахского стандарта русского языка, это не важно, каким образом вы сумеете в сознании людей, населения вообще оторвать русский язык от России. Если остается российское телевидение, которое на все страны замечательно вещает, остается первый канал, неужели вы заставите первый канал перейти на кыргырский стандарт русского языка? Если да, то каким образом вы намерены этого добиться? Дальше, по поводу самого, опять же, стандарта этого так называемого стандарта русского языка. Если вы говорите, что речь идет просто о том, чтобы заявить, вот мы говорим так, и это вот наш язык, почему вы тогда видите проблему в существующем положении? Ведь вы говорите, оказывается, ну, кыргырскому русскому вроде бы уже и так. Если вы хотите, чтобы это было закреплено каким-то образом, стандарт был закреплен официально, опять же, каким образом вы собираетесь этого добиться? Какой интерес, например, властям закреплять официально этот стандарт? Если они в этом не заинтересованы, то кого вы собираетесь мобилизовывать, чтобы надавить на власти, чтобы это действительно было закреплено? И еще один вопрос, как и кем, собственно, вы предполагаете, будет вырабатываться этот новый стандарт? Опять же, кем-то официально наверху? Почему вы тогда в таком случае считаете, что этот стандарт будет вообще принят обществу? А не как очередная какая-то хрень, извините за выражение, фигня, навязанная сверху? Спасибо. Вот в этом вопросе, в этой вопросе политики и практики, конечно, противопоставить что-то первому каналу информационного влияния России очень сложно. Это большой вопрос, который, я думаю, нам нужно решать не в Кыргызстане, а вообще какими-то солидарными... В России. А? А вам не всегда нравится... Нет, вам нет. А вот когда с солидарными действиями тех людей, которые под этим влиянием находятся и в России, и в Кыргызстане, и в Казахстане. Для этого нам необходима солидарность, и для этого нам необходимо отобрать монополию на культурную политику государства, чтобы образ России или образ Кыргызстана в России не формировался первым каналом, а формировался через обучение и коммуникацию людей, через огромное количество различных проектов. Это первое. А теперь по поводу уровня политики. На самом деле, как бы вот мы пытались показать, что поле вокруг русского языка проблемное. Для того, чтобы эти проблемы... Либо можно как бы признать проблему, можно вообще не увидеть там никакую проблему, как большинство аналитиков по этому поводу. Либо можно эту проблему увидеть, на этом остановиться, либо попытаться эти травмы, эти проблемы не сжимать. И вот на наш взгляд, принятие стандарта, кыргызстанского стандарта русского языка, есть попытка изжить эту колониальную травму. Есть попытка на уровне политики этот язык присвоить. Это как бы такое... на уровне политики заявление. Вопрос в том, как это осуществить практически, он считает, что он очень неправильный. Я надеюсь, что мы будем продолжать об этом говорить. Но в качестве таких просто наметок, да, не хотелось бы, чтобы у нас была такая идея, например, открыть сайт, открытый, в котором люди могли бы заполнять своими собственными примерами отклонения от... значит, от российского, стандартного русского языка, да, на всех уровнях языка, на лексическом, на грамматическом, на фонетическом и так далее. То есть собрать вот эту вот массу отличий, да, на всех языковых уровнях, которые бы легитимировало создание собственного стандарта. Безусловно, этот проект не может быть таким, скажем, народническим, да, в нем должны участвовать профессиональные лимбисты, да, люди, которые знают, каким образом работать с языком. Для этого понятно, что эти люди должны быть солидарны с самой этой идеей, да, поэтому необходимо сформировать такое сообщество, как бы, лимбистов и других профессионалов, связанных с языком, да, и, безусловно, никаким образом это не должно быть решение, которое будет лоббировано какими-то теневыми способами. Это должен быть общественный запрос, это должен быть массово сформированный запрос со стороны общества по отношению к власти, чтобы этот стандарт был принят, да. То есть вот такие моменты, согласно которым, как нам кажется, стоит двигаться. А как решить это просто, чтобы не тратить на это много денег? На самом деле, для того, чтобы легитимировать стандарт языка, необходимо, да, набрать определенное количество отлично. Вот наш первый шаг, это вернуть в коридорский стандарт русского языка букву Йо, которая нет в российском стандартах. То есть не нужно на самом деле тратить много денег. Можно пользоваться пока наработками Института русского языка, Академии наук Российской Федерации и Виноградова, который легитимирует стандарт русского языка, создать группу, которая бы ввела, например, адаптацию орфографии к киргичным стандартам, а в остальном, там, можно пока принимать. Давай вернуть кофе в мужской пол. Как бы первый тезис про деятельность противоязыка. Когда мы говорим, что, про вопрос отделения русского от России, мы, собственно, должны понимать, что в этом вопросе у нас будет другая сторона отделения киргизского, которые учат не киргизы, а вот, собственно, лидичность киргизская. И в этом смысле встает, мне кажется, что предельно стоят два вопроса в разговоре про многоязычие, ну и, собственно, про русский здесь. Это, как возможно, вообще многообразие, потому что если я посмотрю на левую и на правую про деятельность, то там был вопрос про прекрасный стандарт, это наше хорошее качество образования, оно состоит в том, что нужно отрешиться от многого, выработать единый стандарт и навесить его как на можно больше людей. И это было и там, и там, и так далее. И что как только мы допустим многообразие, мы в том смысле качество языка, о котором мы сегодня говорим, потеряем. И в смысле проекта тоже нужно понимать, когда ты на это идешь. Суржики и другие все эффекты, они будут это сопровождать. И когда мы работаем вот со вторыми языками, а мы принципиально взяли себе приоритет работать со вторыми языками государственной официальной деятельности, там стандарт строится таким образом, что тебя учат говорить, но тебе не правят, ну в смысле там задача учителя не править тебе ошибки, а дать возможность разговаривать на многие как бы темы. Мне кажется, что нужно понимать очень многие вещи, которые, с одной стороны, мы можем хотеть, с другой стороны, я не понимаю, откуда здесь возьмется на территории вообще возможное существование многого. Потому что сегодняшняя жизнь, это перевернуто от прежнее, а мы просто так вот не знали такое образование, полное погружение, да? Теперь мы просто хотим это предписать другому языку, а куда там у нас появится? Другой вопрос, что, конечно, в национальном государстве все вопросы про национальное строительство, про необразованную массу, они как бы имеют место, да? Но мы понимаем, что поскольку мир у нас глобальный, и мы имеем вот такую массу переезжающую, это не значит, что мы не знаем русский язык. К счастью, сейчас можно и в Москве прожить в киргинской диаспоре, вообще не знаю, ну, знаю там 10 слов, русского языка, это нам не решает проблему. Вот, но вот это функциональность, вот у вас в анализе выпал дискурс функциональности русского языка, он может быть в этом журнале его нету, но он как бы присутствует в узлом дискурсе и в некоторых других, собственно, публикациях. И это не даст, собственно, как бы вот это сомкнуть, чтобы хотелось, может быть, другой стране, оно не даст, собственно, за счет того, что как бы существует востребованность снизить. Другой вопрос, будет ли заниматься государство само этим, да? Ну, это сложно. Мне нравится ваш проект, который будет развиваться с боку, он вряд ли станет государством, да, и что нужно с ним сделать, чтобы вот тюргийский русский стандарт стал бы как бы приоритетом в работе, но мне кажется, что государство есть задачи в этом поле, но они довольно сложны. Вот сейчас обсуждаем, вот другим ходом, который, мне кажется, можно положить рядом с вашим проектом, это преобразовать литературу, которую сегодня преподает. У нас не меньше 80% детей, которые учатся в русскоязычных школах, они не являются его мусителями, да? Но тем не менее, мы в этих школах имеем предмет русский язык и русская литература во всем его классическом проявлении. Соответственно, в киргийской школе мы имеем киргийский язык и киргийскую литературу. Наша группа попробовала сложить концепцию литературы, которая бы не была приписана ни одному языку, а литература так вообще, которая представлена разными источниками или всемирными в том числе, но на том языке, на котором ты учишься. А может быть, на следующий шаг один раз. Но, как вы сами понимаете, мы получили со всех сторон не просто непонимание, мы получили сопротивление. Вот просто сопротивление такое махропое, я бы сказала, от русскоязычной среды может быть в первую очередь даже больше, чем от киргийской язычной. Как наша великая, прекрасная русская литература не будет преподаваться в русских школах. И мне кажется, что может быть ход, через который можно немножечко просверливать дырочки в головах, это вот в мультике, которые представили здесь. Но все равно мне кажется, что масштаб этого недостаточен, чтобы положить возможность многого. То есть, что должно принципиально поменяться в ситуации, вот митерный класс, он же тоже меняет, переворачивает. Он тоже не допускает многого. То есть, это хорошая привязка, вот, ну, наверное, что-то, наверное, это нам что-то может облегчить и помочь, да, такая привязка к Киевам. Но, реально, вот, парадигмально это не меняет артина мира. И по поводу имперских проектов, я бы сказала, ну, наверное, можно сопротивляться, можно их употреблять. Да, Булкировская премия, которая существует в, понятно, каких стран, она поддерживает язык. И в этом смысле, вот как в традиции, со временем ее функциональности освобождается, так в принципе тоже умеет освобождаться от постполаганинности. Отчуждение по отношению к русскому языку, которое объективно существует сейчас в Кыргызстане и в Казахстане. И это отчуждение фундируется и задается, да, связью с Россией, с ориентацией на Первый канал и так далее, да. То есть необходимо, как бы, утверждать общественное сознание, которое бы это отчуждение преодолел, нам необходимо осознать русский язык как свой родной язык, как инструмент, которым мы пользуемся, как возможность интеграции, как возможность классовой борьбы, да. Для того, чтобы нам сейчас преодолеть влияние и закусить Первый канал, нам все равно нужно пользоваться русским языком, да. Нам нужно пользоваться своим русским языком, нам нужно заявить на русский язык и на киргизский, и на узбекский свои права. Мы не должны диригировать право определять стандарт, качество и так далее русского языка, первому каналу, государству и так далее. Это наш инструмент. У нас на самом деле нет никакого другого, более естественного, доступного нам с детства медиума для самовыражения, чем язык. Мы первые слова произносим пусто на языке, потом мы учим письмо, обучаемся владению на компьютере и так далее. Мы должны осознать язык как наши средства, и в том числе как средство борьбы в интеграции. И поэтому это должно стать общественной задачей и общественным заказом, который должен формулироваться по поводу государства. Государство никогда не будет реагировать в интересах общества, пока общество само не принято этому государству требования. И если группа людей, мы сегодня начали эту дискуссию, если дальше она будет продолжаться, и какое-то количество людей загорится и проявится летать к этой идее стандарта русского языка, если появится это движение снизу, возможно, мы сможем сформулировать это требование государства. Конечно, пробудить его каким-то другим способом, пока оно не увидит в нем свой олиграфический интерес, невозможно. Мы должны менять самую систему принятия решений, в том числе по поводу русского языка, и эти решения должны формироваться обществом. И по поводу функциональности этот вопрос постоянно поднимается, мне кажется, что он не снимает вопрос по-вескому. Мы постоянно пытаемся оправдать эту ситуацию с деградацией образования, с низким качеством языкового образования и таким спросом рынка. Что так само туда-сюда выведет эта дорожка мигранта, который хочет поехать в Россию все равно, она его выведет на какие-то платные курсы или на какой-то интерес. Почему мы, как общество, не можем сформулировать это как задачу? Почему, если мы не можем преодолеть, не можем решить эту проблему? Почему, если в Комиссане еще в ближайшей перспективе невозможно будет создать рабочие места для миллиона человек, которые выезжают в Россию? Почему мы не можем сделать этот труд мигрантов достойным? Почему общество не может сформировать задачу? Потому что эти люди получали качественное образование на русском языке. И почему государство не может защищать такую политику, чтобы в России эти люди не подвергались унижению, чтобы их права соблюдали, чтобы они были участниками профсоюзного движения. И да, для того, чтобы там интегрироваться, необходимо функциональное знание русского языка. Но почему бы нам не ставить требование о том, чтобы это знание было? То есть, мне кажется, что рынком и вот этой необходимостью, которая оправдывает знание русского языка, и его сохранению среди мигрантов, его недостаточно. Пусть это функциональная необходимость, но значит, она должна стать какой-то общественной задачей, а не задачей этого индивидуального мигранта, который должен как-то ее на какие-то свои искудные средства разрешить. Вот. А по поводу литературы, мне на самом деле нравится этот проект. Мне кажется, изучать литературу нужно разную, читать нужно ее на разных языках. И вот, кстати, по поводу присвоения. Вот в России как-то я хочу церемониться с этим. Чудки Зайдматов, например, она вот проходится в средней школе как русский писатель и включен в университетский курс русской литературы. И никого сам не русская литература, советского периода, потому что советская литература была все-таки обширная, на других языках писалась. Но вот в семье Зайдматова проходит как русского писателя, да, в курсе русской литературы советского периода. Так что почему бы как бы Пустина не считать первистым писатель?